Бутчер и Хомлендер. Герой и злодей. Или скорее антигерой и антизлодей. Две стороны одной медали. Человек, который страшится стать монстром, и монстр, которому отвратительна своя человечность. Говоря о современном телевидении и стримингах, анализируя сериалы и фильмы, невозможно пройти мимо проекта Эрика Крипке «Пацаны», созданного специально для Amazon Prime. И в особенности сложно не удивиться уровню проработки персонажей этого шоу и их сюжетных арок, взаимодействия которых на экране всякий раз становится без малого увлекательным и интригующим зрелищем. В последнем видео, которое я публиковал неделю назад, в выпуске, посвященном одному из ключевых актеров этого сериала, Энтони Стару, я задал вопрос, о каком персонаже или сцене вы бы хотели, чтобы я снял видео? И самым популярным ответом стал связка Бутчер-Хомлендер. И это неудивительно, так как химия, которая рождается между Карлом Урбаном и Энтони Старом, буквально просачивается через экран и приковывает внимание зрителя. На всему виной качественный сценарий и актерская игра. Работа сценаристов и постановщиков позволила нам наблюдать за уникальным противопоставлением двух характеров, столкновением двух образов, которые так или иначе закончат свой путь в саморазрушительной схватке, не определив ни победителя, ни проигравшего. Но как именно эта химия устроена? Почему образы этих героев нам кажутся самобытными и убедительными? Что позволяет нам уже сейчас, не дожидаясь финала истории, а я записываю это видео, посмотрев седьмую серию третьего сезона, утверждать, что этот дуэт, протагонист-антагонист, навсегда войдут в историю как минимум американского телевидения. Сегодня мы вместе с вами поговорим о двух самых ярких персонажах современного стриминга и постараемся найти ответы на все интересующие нас вопросы. Поэтому заваривайте себе крепкого чаю, ну а мы начинаем. Это Черный Кабинет и добро пожаловать. Ребята, но прежде перейти к сегодняшнему выпуску, я хочу вам рассказать о супер-офере для всех настоящих любителей кино. Ваши самые любимые фильмы и сериалы собраны все в одном месте. Декстер, Новая Кровь, Миротворец, Рэй Донован. Каждый из них уже доступен по подписке плюс мульти со медиатекой на Кинопоиске, и их можно посмотреть в удобном для вас формате. Кроме того, у многих фильмов и сериалов уже сейчас можно выбрать звуковую дорожку и выбрать смотреть их на русском или же на английском языке. А также многие шоу доступны с русскими и английскими субтитрами. Это самая полная и крутая подписка, которая открывает доступ к огромному количеству контента. Также я настоятельно рекомендую оформить годовую подписку плюс мульти со медиатекой прямо сейчас, ведь годовое предложение гораздо выгоднее обычного, а стоимость его составляет всего лишь 3200 рублей за год. Все ссылки будут в описании к этому видео. Переходите, оцените предложение. Ну а мы продолжаем. Бутчер всегда был потерянной душой. Его прошлое, которое до последней серии фактически оставалось покрытой мраком, сделало его тем, кто он есть сейчас. Находившийся под постоянным давлением отца, претерпевая регулярные унижения и избиения, ему, помимо прочего, нужно было не просто соответствовать ожиданиям деспотичного родителя, но и нести бремя ответственности за своего младшего брата, даже после его гибели. Для того, чтобы понять Бутчера, достаточно рассмотреть его встречу с собственным отцом из 7 серии 2 сезона, в которой мать героя просит его поговорить с отцом, так как тот находится при смерти. Интересно тут не столько постановка или то, как снята сама сцена, сколько раскрытие ключевого конфликта персонажа. Двойственность, которая заключается в одновременном презрении и страхе. Так как Уильям, помимо естественной ненависти по отношению к отцу, также страшится того, что сам ничем от него не отличается. Что каждый его поступок, его действия так или иначе соответствуют тому, что делал его отец с ним и его братом. Что он сам виновен в смерти Лени. И что именно он является главным источником бед для своих близких, семьи и друзей. Может я был слишком строгим. Зато ты мужик. Ты чего-нибудь боишься? Нет. Ты самый сильный пиздюк, правильно? Да. Создатели сериала ловко выворачивают наизнанку идею признания отцом сына. Сколько раз мы наблюдали в кинематографе этот сюжет, когда сын, обращаясь к отцу, упрекал его в том, что тот им не гордится. Или сколько раз мы видели в сериалах арки персонажей, построенные на желании героя заслужить, выбрать это уважение. Однако тут, прозвучавший из уст монстра «Я горжусь тем, кем ты стал» ранит сильнее, чем его презрение. Услышанное похвала чудовища ставит героя на один уровень с ним, и именно этот конфликт ведет арку персонажа до самого конца. Сценаристы задают зрителю ряд вопросов. Является ли Бутчер копией своего родителя? Сможет ли он сохранить свою человечность? И что отличает человека от монстра? Бутчер винит себя в смерти брата, в недостаточном внимании к нему, и эгоистичном поведении, которое стало в том числе причиной его гибели. Именно поэтому он, принимая временный препарат Ви, наказывает себя и буквально обрекает на смерть. Его мотивация, заключающаяся в месте отмщения Хомлендеру за то, что он сделал с его женой на протяжении всего сериала, оправдывала его агрессию, до тех пор, пока Бэка, его супруга, сама не признала того, что все это время видела мужа как тикающую бомбу, готовая взорваться в любой момент. Гнев всегда был внутри персонажа, и единственное, что удерживает его на светлой стороне, это его окружение. А если быть точным, конкретный человек, который символически помогает ему рассмотреть среди тьмы проблески света. В детстве этим человеком для Уильяма был его брат, позже его супруга, а сейчас Хьюи, его последний шанс на искупление. И ставки для героя высоки, так как если он потеряет Хьюи, допустив его смерть, для него лично все будет кончено. Его отношения с Хьюи всегда выглядели и ощущались как отношения братьев. Крипке, создатель сериала, в принципе любит такие сюжеты, учитывая, что его предыдущая работа и был сериал сверхъестественный. Но к вопросу братских отношений семи мы вернемся немного позже, а пока стоит лишь отметить, что эта параллель была подтверждена в новой серии. Во время флэшбека, раскрывающего подробности трагедии, которая произошла с Уильямом и его братом в детстве. И тем интереснее история, что Бутчеру для того, чтобы не перейти черту, необходимо оградить Хьюи от опасности, тогда как все его действия, какими бы благими мотивы не были, приводят абсолютно к противоположному. Как я уже говорил в самом начале выпуска, Бутчер это человек, который боится стать монстром, но которому чертовски нравится это. Кроме того, по факту, когда Уильям становится мясником в моменты убийства суперов или сражения с Хомлендером, постановку сцены, я думаю, стоит анализировать отдельно, в эти секунды он становится своим отцом, что выражается не только в проявлении жестокости, но и в повадках, используемых словах и жестах. Сравните вот эти пару моментов. Да-да, зрителя готовили не только к противопоставлению Бутчера и Хомлендера, но и к конкретному сравнению Уильяма с его отцом. Именно по этой причине Бутчер улыбается, когда его рот залит кровью, он привык к боли с детства и фактически находится в комфортной для него зоне, в отличие от своего визави. Хомлендер рос в нечеловеческих условиях, лишенный родительской любви и заботы. И именно это желание, желание восполнить недостаток любви, движет всеми его поступками и действиями. Обожание толпы и страх, который он провоцирует, используя свою силу, те два столпа, на которых жиждится весь его образ и вся его жизнь. Нерешенные материнские проблемы, проявляющиеся в жажде молока и утешения, страх потерять лицо и снять, наконец, костюм, который олицетворяет всю ту ложь, которая пропитана его жизнь, создают диаметрально противоположный Бутчеру образ и характер. Если, с одной стороны, находится человек, который всеми правдами и неправдами старается не стать похожим на своего отца и отречься от него, так как в противном случае он станет чудовищем, с другой, находится реальный монстр, которого таким создали. Монстр, который, тем не менее, ищет отцовскую материнскую любовь во всех и всем, до кого может дотянуться. Бутчер ненавидит монстры внутри себя, Хомлендер — человека, которого считает слабым. Именно поэтому вся арка развития персонажа, в детали разбора характера которого я не углубляюсь по причине того, что на канале уже есть соответствующее видео, планомерно приходит к его столкновению с реальностью. Так, если Бутчер, с одной стороны, находится в шаге от того, чтобы стать чудовищем, Хомлендер точно так же, не по своей воле, вполне может стать простым смертным, утратив свои силы, а мы теперь точно знаем, что это возможно, и потеряв обожание толпы, что так же может произойти. К тому же, беря во внимание то, как завершился седьмой эпизод третьего сезона, вскоре мы узнаем, чем обернется для него встреча с отцом, которого он идеализировал всю свою жизнь. И тем не менее, эти два таких разных героя почему-то похожи друг на друга гораздо больше, чем кто бы то ни было. Одинокие, жестокие, эгоистичные, лишенные любви и отцовской заботы лидеры, которые устали от корпоративного гнета и законов, которые их ограничивают. Герои, которые в критической ситуации находят понимание исключительно в диалоге друг с другом. Хомлендер видит в Бутчере монстра, которым тот может стать, не чувствует в нем страха и поэтому уважает его. Он смотрит в отражение, которое гораздо больше походит на него, чем его собственность. Тогда как Бутчер видит в Хомлендере монументального монстра, которого он обязан победить, как бы рассчитываясь, расплачиваясь за поступки своего отца. Для того, чтобы понять персонажей сериала «Пацаны», достаточно обозначить ключевую идею шоу. Снисходительность, жестокость и эгоизм это то, что разрушает человека. Вопрос семьи, о котором я вскользь упоминал, это самая любимая тема Крипке, которую он изучает всю свою карьеру. И, пацаны, именно об этом. Это не супергеройское кино, а отличная семейная драма. Конечно же, я утрирую, но невозможно не заметить, как буквально все конфликты, абсолютно всех персонажей, закручены именно вокруг этого вопроса. «Хомлендер, солдатик и штормфронт», «Бучер и Хьюи», «Старлайт и ее мать», «Поезд Ай и его брат», отношения подводного его супруги и так далее. В сердцевине истории находятся именно семейные отношения. И поэтому противопоставление двух персонажей, которые сильнее всего от них пострадали, и находятся в основе сюжета. Крипке заигрывает со зрителем, так как его персонажи настолько хорошо проработаны и настолько неоднозначны, что провоцирует целые дискуссии. А истинная серая мораль шоу раскрывается тогда, когда ты, как зритель, можешь задать вопрос и получить ответ, который тебя шокирует. Например, что было бы, если бы у Хомлендера были любящие родители? Что было бы, если бы солдатика не схватили и он смог воспитать сына, как сам того хотел? Стал бы тогда персонаж плохим и озлобленным на весь мир? И от обратного, что было бы, если бы Бучер не дал обещание Беке проследить за ее сыном. Что случилось бы, с ним не встретил Хьюи и получил он силы Хомлендера навсегда? Нет никаких гарантий того, что эти два персонажа не поменялись бы местами. Но тогда пацаны стали бы классическим супергеройским кино. А не яркой сатирой с примесью простой человеческой драмы, поданной под супергеройским соусом, историей, в которой суперсилы это проклятие, а любовь, то, чего по-настоящему желают не только герои, но и все злодеи. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным и интересным. Если это так, напишите мне в комментариях, на какую тему вы бы хотели, чтобы я записал следующий выпуск. Согласны ли вы с тем, что Эрик Крипке один из лучших авторов, раскрывающих тему семейных отношений и братских вопросов, а также, как вы думаете, завершится этот конкретный сезон этого сериала и к чему в принципе все идет. Давайте пообщаемся, пишите все это обязательно. Увидимся в комментариях, а также, кто хочет больше живого общения, заходите в наш телеграм-канал или же подписывайтесь на наш Бусти, в котором постоянно выходит дополнительный, эксклюзивный контент. Любите кино, любите сериалы и давайте учиться понимать их вместе. Всем пока. И Агда, вы настоящие герои. Субтитры создавал DimaTorzok